Только посмотрите, какой у нас прекрасный вид из окна. День для Юлии начинается в лесу, на берегу Белого моря. Генератор включает по расписанию, утром и вечером. Воду ей привозят из города. Несмотря на отдаленность от цивилизации, до Беломорска 14 километров, необходимо создавать условия для гостей. Ведь слово «глемпинг» — сокращение двух английских слов. «Glamorous camping» — «гламурный кемпинг». Он объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Одной палаткой тут не обойтись. Юлия прожила 16 лет в Санкт-Петербурге. Признается, испытывала на себе напряжение от постоянной городской суеты. Вернувшись в родной город у Белого моря, решила использовать синдром городского жителя как двигатель идей. Ведь наверняка немало людей, кто так же устает. Мы узнали, что есть вот такой формат проживания в дикой природе, но с комфортом гостиничного номера. Вступили в чат Ассоциации глэмпингов России, где такие же ребята делятся историями, как они начинали, как создавали, какие есть форматы и так далее. Конечно, мы этим загорелись, как чем-то новым, чем-то интересным. И тем более такого нет в Беломорском районе. Юлия защитила бизнес-план и получила финансовую помощь от службы занятости. Потом по муниципальной программе выиграла грант. В общей сложности для развития своего дела Юлия получила от государства 1 миллион 285 тысяч рублей. Правда, не обошлось и без своих вложений, которых, как она говорит, значительно больше. Ведь у нее есть планы расширения. Взять участок побольше и поставить еще несколько сферических конструкций на соседнем мысу. А ведь когда-то были только идеи до скальный берег. Мы как только создали группу ВКонтакте, начали размещать туда фотографии. Еще не было даже подиумов под купола. Мы начали размещать просто природу нашу, Беломорскую, море, лес, ягоды, небо над Белым морем. И появились запросы, сколько стоит проживание, можно ли забронировать. Но на тот момент нам было нечего еще предложить. Бизнес запустился 1 августа. Но желающих жить в глэмпинге оказалось столько, что на момент съемок места были забронированы до конца летнего сезона. Во время рабочей поездки по северным районам Карелии глэмпинг «Белый берег» посетил и руководитель республики Артур Парфенчиков. По его мнению, актуальными мерами поддержки для подобных объектов могла бы стать закупка солнечных батарей и ветрогенераторов, которые позволят не проводить дорогостоящую линию электропередач. Руководитель региона поручил профильным ведомствам проработать этот вопрос. Герман Алмакаев, Сергей Беляев, Служба новостей, Беломорский район.